всем привет дорогие друзья меня зовут михаил добро пожаловать на канал сегодня в рамках пятничного разнообразия порубаем windows legend и за может еще там на следующих пятницах тоже потому что что-то city skylines как-то поднадоело ты он не сильно подходит для эпизодов в принципе поэтому начнем новую игру культистов я не знаю давайте возьмем случайно давайте возьмем случайную расу потому что почему бы и нет собственно 8 игроков давайте возьмем 6 поменьше карту сложности оставим потому что она по сути на что не влияет бонусы дискуссии интеллект довольно глупо вот нормальный размер мира возьмем чтобы не очень большой случайную остальное все сделаем случайным тогда здесь все расширенные настройки все случайно случайно здесь поставим нормально пусть чтобы не сильно заморачиваться не хочу напрягаться тут как то вот соответственно все ставим рандомное абсолютно фракция какая выпадет такая выпадет кажется вам за себя погнали о и судя по заставочному экрану нам выпали некрофаги я за них еще не играл я играл всего за три фракции до сих пор играл за культистов я играл за этих за диких ходоков и я играл за как их подземные жители уолтерс не помню не помню как они в русской версии называется кстати да я забыл переключить на русский сад я играю на английском вот одна видео я забыл что-то переключить на русский в игре есть русский язык в общем ничего страшного разберемся так когда-то мы были другими пили любили и т.д. и т.п. а я думал за ставкой всегда я относится к тому кто раз из которого будете играть да но это все равно интересный интересная очень раз чем мне нравится end of the legend это тем что здесь абсолютно все раз уникальна и хотя многие сравнивают эту игру там с цивилизацией как я уже говорил своих других видео она сильно отличается и у нее не зря поэтому так много наград так и естественно у нас есть драки на на карте но замечательно замечательно пока что нам нечего имс пред предложить и спросили них что-нибудь давайте смотреть значит падши лорды характерны тем что у них ну геймплей за них отличается от привычного тем что вы не вам нужно не фокусироваться на производстве как например играть за диких ходоков мне пока что здесь всех раз больше все понравились дикие ходоки потому что они более классические с точки зрения развития то есть у них именно фокус на производстве поэтому за них проще всего начинать играть но волтерс или как там эти подземные жители они тоже очень интересно потому что у них очень крутые способности перемещение по всей карте и много науки супер круто так а значит падши лорды они хороши тем что у них очень все фокусируется на производстве даст или праха то есть золото по сути вы все будете выкупать поэтому нам нужно искать место где будет много дастов пустыня не очень хорошо не очень хорошо для нас респ так давайте посмотрим значит что у нас за бонусы мы получаем больше даст а везде где даст может производиться вот можем использовать даст чтобы создавать себе жителей вот но мы не используем вообще еду потому что наша раса по сути не живая то есть видите они ну что-то вроде духов таких значит при этом у нас нету регена здоровья но зато мы используем даст чтобы лечить юнитов и когда у нас восстание по фракции мы получаем меньше даст и меньше науки зато когда мы находимся в состоянии холодной войны мы получаем бонусных дипломатические очки интересно ты пока еще не знаю какой вариант победы мы тут будем рассматривать посмотри по ходу вообще дойдет ли до победы там может надоест раньше потому что я вообще чаще всего начинаю играть и потом забиваю просто на какой-то момент есть такая тема давайте посмотрим что у нас изучены в начале у каждой расы будет какое-то количество изученных технологий заранее две вообще-то у всех просто не разные естественно у нас изначально минт потому что это логично нам нужно больше даст это логично и доспехи первоуровня но я не очень тут мне не очень нравится потому что я обычно первый уровень оружия и доспехов просто скипаю пропускаю потому что они не очень влияют но особо ни на что не влияют а дальше в игре вам все равно становится доступны более крутые то есть я как правило беру там второй уровень потом четвертый потом уже пятый если до этого доходит как правило мне на четвертом уже не нужно париться об оружии вообще но такое как я говорил я играл всего где-то три компании поэтому значит что мы будем исследовать дальше посмотрим надо сначала поселиться а для этого лучше всего начать исследовать территории значит первым делом у нас есть пехота это копейщики что у них мани быстро передвигаются убийц пехоты блокирования ну и второй точно такой же у них достаточно много здоровья и достаточно высокая скорость 4 это хорошо наш главный герой барон жаслин давайте посмотрим что у него то же самое копейщик а это у меч не копейщик а мечник и щит у него идет изначально никаких артефактов ничего у нас нету скиллы давайте посмотрим какие у него уникальны вот эти две цепочки они отличаются но центральная цепочка она очень похожа у всех насколько я знаю она почти одинаковые у всех классовая цепочка она зависит от того что у вас за класс собственно герой то есть ближний бой там пехота это лучники или кавалерия вот поэтому этот будет отличаться здесь от класса а вот правая ветка отличается зависимости от фракции поэтому она мне больше всего интересно давайте посмотрим что у нас здесь если сидит в городе соответственно увеличивает намывание даст здесь абсолютно очень сильно похож на золото и его можно намывать из рек и океанов и озер поэтому если у вас есть речка нам нужно короче селиться на речке просто напросто но мы в пустыне поэтому я вот сейчас пока это все рассказываю сам думаю и чё делать значит еще больше даст а ну конечно естественно больше защита в процентном отношении больше ресурсов это интересно дальше что такое осада до эффективнее ведем осады и больше золото в процентном отношении я думаю что мы наверное будем идти по этой цепочке давайте здесь посмотрим что у нас больше защиты на героя больше здоровья на юнитах дополнительный слот аксессуары для героя еще больше защиты на юнитах в гарнизоне больше места под подкрепления и иммунитета к зиме если вы первый раз видите эту игру сейчас то здесь есть такая особенность как сезона есть зима из чем дальше в то есть концепция такая планета на которой происходит действие умирает и чем дальше по ходу действия игры тем длиннее будет становиться зима вот и а зимой вы страны все фракции страдают от больших штрафов ну кто-то больше кто-то меньше ладно пора мужу что нибудь сделать да сколько можно тут же находим новую фракцию боссы значит они больше производят еды но на овощи это не интересно то что нам не нужна еда от босса вот речка хорошо давайте включим так как же непривычно но здесь у нас больше всего производства и и даст а вот здесь тоже видите выход даст а здесь у нас выход титаниума соответственно мы будем из него вырабатывать сразу у нас уже есть исследование на броню поэтому мы уже сможем вырабатывать его сразу же по идее да или нет а нам все равно нужно будет исследовать алхимическую печь для начала ну в общем другой стороны вот здесь будет повышенное производство начальный город хорошо поставить на высоком производстве вот не знаю давайте этот отряд подправим куда-нибудь сюда так вот этот мне вместо больше нравится уже честно сказать потому что здесь но хотя там речка мы можем немного повременить с поселением так к сожалению героем отделить отсюда не сможем то есть герой останется с поселенцем вообще вот это место поинтереснее потому что здесь вот она маля кактусы вообще вот это место мне больше нравится потенциально потому что здесь есть и кристаллы выход минералов который производства повышает здесь много даст а и здесь много даст а я думаю что имеет смысл селиться где-то здесь в этом окрестном давайте в ту сторону так двинемся потихоньку уже тихонько пойдем границы региона там у нас вода да ну наверное наверное мы поселимся на этой клетке давайте здесь селится все вот наше поселение она будет здесь пусть далеко от воды но мы потом сделаем другое поселение из как бы не проблема совершенно так вроде как все сделали да замечательно население нам нужно естественно все население мы будем кидать на даст потому что мы бы все выкупать нам нам поэтому не нужно такие большие какие-то производственные мощности еще что-то нам нужно науку чтобы не отставать по технологиям и нам нужен даст вот и все соответственно первым делом мы что бахаем давайте мемориал наверное первым делом исследования чтобы мы следовать но если мы поселились на берегу реки тогда нужно было убрать вот эту технологию но мы не поселились на берегу реки поэтому мы не будем ее брать вместо этого мы возьмем не за производство это такое такое себе давайте вот конницу возьмем вот конец нам пригодится замечательно и а самим героем у нас еще остается походить мы пойдем исследовать руины все конец хода и получаем первый сюжетный квест у каждой фракции есть свой сюжетный квест и в принципе не обязательно делать но как бабла не хочу читать весь текст мне лень как много текста в общем нам нужно героя с тремя отрядами пехоты чего у нас уже нету отвести к руинам каким руинам вот к этим руинам который находится от нас довольно далеко но у нас равно нету сейчас трех юнитов пехот поэтому мы будем пока что просто исследовать а тут вот древо жизни ну по закону подлости древо находится на границе региона поэтому эффективно его использовать нельзя поэтому нож как получится так тут у нас леса начинается надо можно было поселиться где-то здесь но здесь нету ничего интересного из аномалии все-таки аномалии предпочтительней вот а здесь мы получаем еще и науку что тоже важно так ну что этим героем пока давайте сразу исследуем эти руины пока мы рядом с ними успешный поиск нашли вино для сетт не сильно много так это у нас что это убираем так в какую сторону идти давайте пойдем на север окей поехали следующий ход поначалу все это будет очень быстро естественно так ага безглазые до безглазые нашлись они добавляют довольство за счет за каждую деревню которую вы интегрируете это уже поинтересней уже поинтересней у как далеко там ходить а рядом с нами уже кто-то поселился зеленый мы еще не знаем кто это но нужно нужно плать понять кто этой попытаться его вынести как можно скорее потому что к черту еще эмеральдов нашли но это конечно все интересно но не особенно так а здесь у нас что змеи многоголовые типа как их как их не виверны гидры типа только здесь они по-другому называются гидры я не знаю тут у нас что вино можно добывать хорошо но героем пойдем героем пойдем дальше так получили задание такой квест я кстати еще не видел это какой-то может быть новый добавили в течение пяти ходов нам нужно найти обыскать вот эти руины но это замечательно значит мы давайте пока попытаемся выполнить этот квест так кто же такой зеленый интересно но судя по тому что там леса предполагаю что это наверное эти дикие ходоки наверное так кто их знает сколько стоит кстати 52 золотых стоит ну давайте прикинем если я сейчас куплю жителя он будет стоить мне 52 вот я не знаю математики насколько житель увеличивает эффективность добычи за счет замка плюс 22 городские клетки если я уберу житель сколько мы вырабатывать здесь будет 31 а так будет 35 то есть житель увеличивает а на четверку то есть он достаточно быстро купится я считаю имеет смысл купить еще одного жителя вот он очень быстро купится и все так окей поехали дальше ну что идем за квестом давайте пока что пойдем за квестом не будем спешить искать зеленого будем постепенно все исследовать постепенно вначале нужно как можно больше роумить и искать новые руины новые какие-то ради регионы для поселений вот но здесь я пока что не вижу ничего особенно такого выдающегося для нас ну здесь вот можно было бы наверное что-нибудь подходящий найти еще так на что отходили все конец хода через два хода мы сможем строить кавалерию нам нужно будет этим заняться главный квест я буду попросту игнорировать потому что пехота у нас уже есть так мы получили щит себе замечательно чтобы этот сам щит создать то есть у нас как бы есть но считайте что это рецепт чтобы экипировать на героев нам нужен титанит от которого мы поселились вдалеке то есть я все больше жалею что они поселился где-то вот здесь что я поселился тут но там совершенно нет науки мы бы встряли попросту поэтому такое то есть селиться в прериях был бы эффективно если там нужна была еда а так нет смысла так квест выполнили а у следующие то у нас что в по квесту это не то так этот мы завершили а все то есть он коротенький в одну стадию всего ну окей ну теперь можно идти посмотреть что там за зеленый вот героя я ходить не боюсь в принципе абсолютно ничего страшного так это наши руины которые нам нужно быть обыскать по квестам и пока их не будем брать так силики или гармониты правильнее сказать фракции гармонитов они увеличивают добычу стратегических ресурсов интересная очень фракция вот но у нас еще есть некоторое время я не буду уходить далеко по лесу мы далеко не убежим а в скором времени уже нейтрал начнут плодить новый юнит который будут нападать на наши одиночные отряды поэтому я опущу вот эти руины успешно даст хорошо даст это даст это очень хорошо нам нужен даст замечательно мы уже можем выкупить за 74 чтобы не ждать шесть ходов это нет в этом нет никакого смысла абсолютно мне по крайней мере так кажется мы получаем намного больше бонус если мы сейчас его выкупим то есть мы экономим четыре хода четыре хода по 2 это уже восемь сэкономленного даст а из 74 плюс плюхи которым будем за счет этого получать не знаю правда может и не имеет смысла очень медленный старт надо было начинать с минта минус сколько стоит вы купите 178 имеет смысл подождать а минт вы купим тогда вот уж потому что кто кто а минт уж явно купится быстрее мемориал не будем выкупать а вот минт вы купим так здесь походили сейчас еще завернем сюда вот кто же такой зеленый так этим исходил тем исходил все всем исходим сейчас нам будет исследуем райдеров наших еще через ход муки так ну что углубляться туда в лес я не вижу особенного смысла давайте вот сюда вниз пройдемся посмотрим что у нас в этом регионе а тут уже все края в принципе давайте посмотрим что на карте хоть происходит карта сашка большая не спорта что это средний размер вот но тем не менее окей следующий так здесь мы идем в руины точно а вот мы и нашли собственно оказалось что это никакие не лесные жители а вот эти самые уолтерс подземные жители люди они не очень хороший сосед для нас их чем раньше мы замочим тем лучше вообще чем раньше же кого-нибудь замочите лучше но теперь же нет смысла идти к его границе абсолютно никакого но тем не менее все равно пройдем чтобы хотя бы посмотреть что нас ждет вот мы хоть его и увидели а так вот здесь уже возделаны и возделаны поля значит вот здесь и вот видно уже заграждение значит здесь его город находится непосредственно непосредственно близости к нам нужно стягивать силы и сейчас его уничтожать пока еще есть на это возможность так замечательно исследование закончилась следующая статистические ресурсы ну и следует не следует не знаю поиск так переговоры не смысла вести переговоры производство повышать я вот не знаю формулы производства сказывается эффективность просто сказывается на стоимости выкупа зданий или нет я вот не знаю но вот что нам уж точно понадобится так это в библиотеке поэтому этим мы и займемся так а вот по армии нас что наемники герой нет все не интересно я думаю что мы исследуем это потом вот это вот дальше будем думать пока что новый город я ставить не собираюсь так почем выкуп теперь становится 46 спорный вопрос короче говоря стоит она того или нет так ну что давайте еще разок прогуляемся пока наша пехота все равно возвращается мы прогуляемся нашли орков орки здесь не немного не такие каким все привыкли вот здесь орки лучники они средненькая себе фракция не очень не очень сильная но при должном подходе из любой малой фракции можно сделать хороших юнитов чтобы они как-то компенсировать так еще один успешный поиск еще даст нашли но вот хорошо это обозначает что у нас сейчас достаточно средств чтобы выкупить минт что я и сделаю собственно все наше золото ушло на это весь даст но не страшно наверное этим отрядом тоже пора боже возвращаться очень далеко ушли 6 ходов обратно пехать черт чувствуем с этим регионом потом исследуем его так тут у нас что достроилась все замечательно строится мемориал так ну что возьмем райдером и потом нам нужно будет взять бюро бюро расширяет город воды нам нужно будет расширяться наверное в эту сторону может быть в эту вообще больше науки я предпочел здесь здесь больше даст а здесь больше науки здесь в эту сторону совершенно бесполезно в эту сторону будет больше производства это вообще строить конечно город выгоднее наверное было бы вот в эту вот вот в эту сторону сюда нет смысла копать вот есть смысл в эту сторону копать но здесь значительно больше даст а поэтому мы будем строить в эту сторону да но это потом так посмотрим вот еще какие-то руины нашлись вот туда пойдем следующая армия эти ребята возвращаются обратно не попали бы они под удару боссов было неплохо так ну и вы тоже собственно возвращайтесь здесь по идее где-то была кнопка которая их направляет по идее вот здесь это кнопка ну ладно следующий ход тем временем уже 9 ходов прошло мы вообще ничего не сделали между тем да вот в этом регионе имел бы смысл поселиться на побережье о 40 даста и герой прокачался это же очень хорошо давайте посмотрим что мы возьмем ну что взять первый скил этот брать поскольку мы не поселились на реке это бессмысленно вот этот увеличивает защиту я не знаю мне кажется из этого герой имеет смысл все-таки брать я думаю что мы будем много воевать поэтому наверное имеет смысл взять защиту на героя и танковать им давайте возьмем защиту на нем потом большее здоровье на юнитах это всегда полезно будем его делать военного героя а потом исследуем рынок наемников и сможем нанять другого вот и все так ну кажется прошли без проблем особых вот еще бы этими пробежать тут по-быстренькому все так здесь у нас все следствие посмотрим что у нас мемориал заканчивается через два хода выкупить райдера нам будет стоить 156 лимит армии у нас сейчас сколько отрядов 4 отряда соответственно я бы взял наверное еще один отряд райдеров потом да нам нужно бы взять еще один отряд рядов потому что у нашего соседа у него первые юниты это арбалетчики а вторые юниты это эти как их пехотинцы которые далеко бегают типа берсерков таких звук от парами вот и они быстро перемещаются поэтому нам понадобится и кавалерия обязательно чтобы туда добегать все это а герой будет танком так здесь у нас стеклосталь не спрашивайте меня что это за ресурс но он так называется стеклосталь так вот пришли эти ребята пока что буду тут у нас тусить все собственно строится через ход у нас будет готов мемориал затем мы начинаем производство двух двух конников и конец хода у и и всегда очень мало жителей когда он играет за этих самых за за патчхордах так за следующее у нас будет изучена библиотека ну давайте вот здесь еще сюда добежим а вот тут у нас деревня ну и пошли обратно так ну вот эти возвращаются и в принципе можно будет собирать пачку и идти долбить местных жителей вот но делать это все уже будем в следующей серии спасибо что смотрели продолжение следует пока